Доброе утро из отеля Hayat Regency Sanura. Я сейчас нахожусь возле входа в отель, здесь все красиво растут фрукты экзотические, у отеля есть своя парковочка чуть там дальше. Заходим в отель. Отель новый, он открылся только в январе, после полной реконструкции и перестройки. Здесь абсолютно все новенькое, красивый пол, ресепшн. Идем смотреть территорию. Направо и налево проход к номерам. Номеров есть несколько категорий. Мы живем в обычных стандартах, они есть с видом на сад и с видом на океан. Сразу скажу по номерам. Номера, именно стандарты, достаточно маленькие. Два чемодана, ну у нас, как у двух девочек, большие чемоданы, не влазят на полку для багажа и один приходится оставлять в номере. А номер и без того маленький. В номере все новое. Есть тапочки, есть халаты. Понятно, все для ванны, для душа. Что в номере не понравилось, кроме его размера? Это, в общем-то, непонятно, как включить душ. Мы пригласили людей из ресепсона. Они нам показали, там он достаточно замысловатый. И очень много, очень много кнопок для света. Честно, чтобы его включить или на ночь выключить все, это надо постараться. Территория вся ухоженная, красивая. Главный ресторан хороший, завтраки хорошие. Я попробую вам снять, досматривайте ролик до конца. Пляж сейчас покажу. В Сануре он специфический, как для Бали. Больше похож на обычный курорт, не совсем ощущая себя на океане. Волны только там, где-то вдалеке. С детьми это, конечно, идеально. Для тех, кто приехал посмотреть и где-то, то можно в этом отеле останавливаться транзитом. Так как Санур расположен так, что от него на экскурсии ехать ближе всего, чем из других регионов побережья. То есть вы экономите где-то на поездке час-час двадцать. Рядом с отелем, прямо по набережной. Это единственное, где на Бали есть рестораны прямо на побережье. Это Санур и Джимбаран. Вот здесь, вот прямо возле отеля, если чуть-чуть пройти по променаду, будет масса рыбных ресторанов с очень-очень низкими ценами. Также в Сануре очень хороший шопинг. Много этих магазинчиков. Если вам нужны сувениры, соломенные сумочки, то вам сюда. Возвращаемся обратно, потому что я пошла внизу. Для деток тут есть две маленькие горочки в бассейне. Анимации как таковой нет, но на Бали ездят не за анимацией. Ее практически нет в любом отеле. Справа от отеля в Сануре две пятерки. Вот это самая новая пятерка. И есть еще соседний отель с этим, Файермонт. В Файермонте, если вы выбираете между Хаятом и Файермонтом, то, скажу так, мы смотрели Файермонт, были там на территории все шикарно, номера там огромнейшие. По цене он немного выше Хаята. Но там больше, если здесь больше людей среднего возраста, молодежь и дети, то там с детьми вообще делать нечего, в принципе, для взрослого отдыха. Хотя дети допускаются от проживания. Там больше европейских пенсионеров. И пляж у Хаята лучше, чем у Файермонта. Вот эта территория там в Хармонте. Вот видно все. Все сделано с душой. Красиво. Для респектабельного отдыха. Мы вчера посетили экскурсию Рафтинг. Активный. И я ее вам всем рекомендую. Стоимость такой экскурсии от 25 до 50 долларов. Просто выбирайте. Я думаю, разницы особо нет. Это просто предлагают разные компании. И стоимость у них тоже разная. В экскурсию входит спуск по реке. Около 18 километров. И обед потом. Вчера был тропический дождь. Прям вечером начался. И сегодня все очень. И стало немножко прохладнее. И все такое свежее. Вот такие смешные фигуры. Мы пройдем через ресторан. Хотя можно вот так вот вправо обойти ресторан. Вот это немножко неудобно. То есть, чтобы попасть в здание лобби или к номерам, надо пройти через ресторан. Но если вы идете вечером, посидели в баре где-то на пляже, ресторан уже закрыт. Вам пришлось обучать? Мы выходим в бассейн. И уже к самому пляжу. И уже к самому пляжу. Вот такой вот интересный бассейн. По размерам вроде небольшой, но есть где проплыть. Вот эти детки. Можно заплывать вот эти шкеры. Можно заплывать по одной стороне. Там расположены рестораны. В них можно ужинать и бары. В полотенце здесь, как только вы подходите к лежаку, к вам уже подбегает мальчик с полотенцем. Сервис в отеле очень хороший. А вот и горочка, о которой я говорила. Базета. На Бали все пляжи общественные. Вы можете перемещаться от одного к другому. Единственное, что если вы живете здесь, вы можете лежаки занимать только своего отеля. Если вы придете на пляж другого отеля, попрошу переместиться на песок. Вот это джапузи. Она очень даже горячая. Классная. По входу в море. Мелко. Потом мелко, наверное, метр три. Потом идет нормальная глубина. Но где-то до середины, если взять расстояние до Буйков, начинаются водоросли. Они там нагитки хорошие. Просто не колючие никакие. Не тина. Просто водоросли. Но девочки пугаются, чтобы вы знали. Направо начинается бар. Кто-то туда захочет за территорию отеля. Вдалеке виднеется вулкан Агунг. В море, если видного. Рыбаки купаются. В море, если видного. Рыбаки купаются. Дальше завтрак. У нас завтрак в отеле Гранд Краято. Сейчас вам покажу вот такие классные ящички. Разные-разные йогурты. Это такой первый раз встреча. Вообще. Все. Восторг для девочек. Месли. С йогуртом. Здесь расположены сайши. Можешь сам себе наливать. Вот еще. Один с чая. Небольшая очисть. Небольшая очисть. Небольшая очи. Здесь можно заказать яичницу. Чипсы, приправы. Все, чтобы можно было сделать салат самому. Однообразную. Вот это джек. Папайо. Дыня. Мовенькие он будет. Салаты. У нас есть вот такие. Легкая отечка по нынкам. Я вообще боюсь, я не уверен, как нам нужно чтобы это было понятно. М切киются. É, я вообще не... М player saю. И я ее писю на сайте. Берен, папа? Хочешь, я Gravater. Мальчик. Е. Ты prett radar и мягкая ещита. 票 джеки по трейдцам. Продолжение следует...